Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто сегодня присутствует в Доме Божьем, я очень рад тоже быть на этом общении, на этой встрече. Знаете, я на какое слово сегодня обратил внимание? Особенно проповедники его очень часто говорят, им даже иногда подсказывать, не надо так часто говорить. Они эту фразу говорят даже бывает для связки слов. И даже я на этом попадался. Братья и сестры. Друзья, но насколько, насколько это теплая фраза, насколько она показывает все-таки наши взаимоотношения с вами. И хорошо бы, друзья, чтобы это не просто была какая-то фраза избитая, вот которой надо где-то освобождаться, пореже говорить, потому что не всегда мы вкладываем смысл, когда мы эти слова говорим. Но я, друзья, хотел вас поприветствовать. Дорогие братья и сестры, мы сроднены с кровью Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел говорить об Иисусе Христе. Текст, который я хочу прочитать в конце нашего богослужения и на нем заострить внимание, мне этот текст очень дорог. Я часто размышляю о нем, проповедую. Евангелие от Иоанна, глава 10. Как-то вот у нас два дня, и все как-то с Иоанном у нас связано. И у меня тоже. Евангелие от Иоанна. Буду читать 7 стиха. 7, 8, 9. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники. Но овцы не послушались их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Тема моей проповеди называется «Я есть им дверь». Друзья, мы сегодня говорим о церкви. Но как войти в церковь? Кто-то пытается обойти эту дверь. Какими-то другими методами войти в церковь. А Христос говорит «Я есть им дверь». Это единственная дверь для спасения. Это единственная дверь для входа в церковь. И Христос обращает внимание, что «Я есть им дверь, и кто войдет». Вот кто войдет, у того жизнь наладится. И я предлагаю, потом ниже мы читаем 10, 10. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком эту жизнь». Мои мысли, друзья, пошли о том, вот думаю, интересно, почему Христос рисует такой образ, образ двери. Мы все с вами пользуемся активно дверями. В Сибири без дверей невозможно, по две ставим, по три двери ставим, чтобы ныне так холодно было. И Иисус Христос показывает, что «А я единственная дверь, единственная дверь, которая ведет к жизни». Вот все они, суть воры, разбойники, другие варианты есть, другие предложения. И знаете, мои мысли пошли, друзья, думаю, а какие еще есть предложения? Куда еще сходить можно? Куда можно выйти? Я бы хотел предложить нам вот сейчас подумать вот на такую мысль. Давайте представим себе, что наша жизнь – это вот такая комната. Ну, к примеру, как вот этот зал. Вот, к примеру, такой, как вот этот зал – наша жизнь. И есть множество дверей. Ну, а дьявол что делает? Дьявол всегда делает подделку. Вот Господь что-то создал, ну, например, Эдемский сад, и дьявол говорит, нет, я сделаю лучше. Есть другой вариант. И дьявол как бы всегда ищет варианты. И у него, знаете, не один вариант. Вот Господь говорит, я единственный вариант. Не другого имени под небом, вот через которому надлежало бы нам спастись. Дьявол говорит, нет, есть еще и еще и еще варианты. Христос говорит, я есть им жизнь, я единственный источник жизни. Дьявол говорит, нет, есть еще и другие варианты. И причем не один, чтобы у тебя жизнь стала счастливой. Итак, друзья, мы вот себе представили комнату такую, в которой множество дверей. Вот я одну дверь вам сейчас обрисую, а следующую, возможно, вы сами подскажете. Вот какие варианты сегодня дьявол предлагает. И в эти двери очередь стоит. И, друзья, и христиане, баптисты, и другие веротечения, они тоже стоят в очередь вот в эту дверь. Не к Иисусу Христу стоят, а вот в эту дверь. Эта дверь, знаете, такая, она самая яркая. Ну, мне так кажется. Самая яркая. Вот она, знаете, чем обклеена? Долларами обклеена. А вот карточками обклеена. Она такая самая заманчивая, самая перспективная. И вот люди встают туда в очередь. Встают, встают, встают. Знаете, давайте я тоже, я тоже хочу туда. И вот этот человек попадает в эту дверь и пошел по лабиринту жизни. Надо заработать, надо заработать. Десять часов работает, двенадцать часов заработает. Попадает в кредиты, выкарабкивается из кредитов. Но вот где-то оно там будет, если счастье, счастье мое, вот сейчас оно будет вот передо мной. И человек этот куда приходит? Находит счастье? Не находит счастье человек в этом. Вот я вспоминаю богатого юношу. Луки 18 глава, 22-23 стих. У нас не так много времени, я больше буду цитировать истории, ну, рассказывать эти истории. Вот этот человек, юноша богатый, подходит к Иисусу Христу, говорит, учите благи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть, другими словами, он говорит, я заповеди все как бы выучил, я все понимаю. Ну, другими словами, сегодня таким языком сказать, я в церковь хожу, я посещаю богослужения, я верующий знаю. У меня такая фамилия, а что-то мне не достает. Я просто понимаю, что я просто мимо Царства Небесного, я просто пролетаю мимо Царства. Я чувствую, я не попадаю. И Христос как бы в Него всмотревшись, посмотрел. И что Христос, какой ему вариант предлагает? Иди, иди раздай, вот все продай. Твое сердце, вот ты вошел не в ту дверь. Ты вошел не в ту дверь. Да, ты все исполнил, ты как бы понял умом вот все, что тебе нужно сделать. Но ты приоритеты поставил, и ты решил, что счастье будет вот в этом. Я не знаю, друзья, он сам заработал, или ему наследство досталось от родителей. Я не знаю. И история, она не открывает детали. Но Христос другими словами говорит, милый, разворачивайся и назад. Назад. Здесь тебе делать нечего. С таким вариантом, знаете, и он как бы повернулся, оглянулся. Большое имение. Уж слишком все ценно и слишком все дорого. А Христос, Христос хочет нашего посвящения, чтобы мы последовали за Ним. И вот этот юноша, понимаете, он заторговался. И он не смог, друзья. Он не смог последовать за Христом. Хотя я где-то внутри, в глубине души понимаю, думаю, ну, наверное, все-таки время прошло, он осознал, что не в этом счастье. Не в этом успех. Не эта цель жизни должна быть. Тем более человека, исполняющего, знающего заповеди. И он говорит, все это я соблюдал с детства. То есть, ну, вообще примерный человек был. Он просто был молодец. Друзья, ну, у него одна серьезная проблема была. Он зашел не в ту дверь. Он зашел в вот эту привлекательную, чудесную, прекрасную дверь. Друзья, сегодня людям рекомендуют. Сегодня много роликов на эту тему записано, друзья, чтобы как-то людей вдохновить, повезти. И мы иногда смотрим, когда где-то увидели хорошую машину или остановились около хорошего дома. Думаю, слушай, ну, все-таки, мне кажется, все-таки, вот, правда, более счастливый человек, у которого большое имение есть, который хорошо зарабатывает. Друзья, не получится так. Не получится. И если кто сомневается, подойдите, мы еще поговорим после собрания, что кто-то скажет, может быть, есть в этом счастье. Люди разочаровываются. Разочаровываются. Ну, например, у одного хорошего человека работали, богато, у них там квартира, больше ста квадратов, там, они из квартиры скупили, все хорошо так живут и строят дом квадратов на 500. Ну, и вот, а мы там поставляли сантехнику, и вот они пригласили, вот, как сюда поставить, как это, ну, так расположились. И мы продаем, они покупают. И вот я хожу, в один санузел зашел, ну, мы сантехнику поставляли, в другой, в третий, в четвертый. И меня возьми, да, вот, вопрос такой глупый. Ну, люди пожилые, может, надо было как-то аккуратнее. Я говорю, а кто этим всем пользоваться-то будет? Они растерялись, на меня смотрят. Да не знаем, кто будет пользоваться. В общем-то, нам квартиры достаточно. Сын в Питере, дочь в Новосибирске. Они сюда не приезжают. И внук, я внуку, говорит, целый подвал. Я ему квадрик, я ему гидроцикл. Ничего ему не надо. Ничего не надо. Для кого мы строим? Я вижу, у них разрушение. У нас, в общем-то, разговор потом не склеился. На следующий день они отошли, и мы, в общем, продолжили работу. Но, друзья, смысл какой. Я просто убедился, пускай не на своей жизни, но на опыте других людей. Он же тоже чужой опыт может нас обогащать. И Писание говорит, не в этом. Не в этом наше счастье, не в этом наше благополучие. Друзья, вторая дверь. Вторая дверь. Куда люди сегодня еще смотрят? Или какой вариант сегодня враг душ человеческий предлагает? Вот, пожалуйста, сюда. Братья и сестры сюда. Он даже так говорит. Братья и сестры, можно сюда проходить. Особенно, друзья, это молодежь захлестывает. Сегодня мир этим живет. Ну, давайте я вам расскажу, какая дверь. Она выкрашена в розовый цвет. Все в сердечках. Лав, все исписано, все красиво, романтично. Вот, и люди туда, люди туда идут, ищут в этом счастье. Я сразу рассказываю библейскую историю, друзья, которая тоже показывает, что не в этом счастье. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 18 текст. Он говорит о том, там Христос встретился с женщиной, с Амарианкой у колодца, помните, да? И вот, знаете, там мысль как бы о другом. Христос говорит, я дам тебе жизнь, вот, источник жизни, воду живую. Это все понятно, друзья, но меня удивляет, вот, 18 текст, Христос, вот, мне кажется, вот эту женщину как раз расположила именно то, что она вот это услышала от Христа. Он говорит, и пятый тебе не муж, у тебя было пять мужей, и пятый тебе не муж. Знаете, вот, мне кажется, вот эта женщина как раз зашла вот в эту дверь и думала, с этот, нет, не этот, второй, тоже не то, третий, потом на второго. Я не знаю, друзья, и сколько там было, но вот, Христос говорит, пять, пять, и все не то. Вот человек, который хочет построить счастливую жизнь и хочет найти себя в любви, в любви вот к женщине, вот мужчина или женщина к мужчине, друзья, без Бога ничего не получается. Вот, ну, нету счастливых браков, нету. И как бы Господь подводит к тому, что нету. Хотя, друзья, в общем-то, и мы смотрим, где-то, и люди неплохо живут, но полноценное счастье тогда, когда в центре семьи, когда глава в семье Христос. И тогда, и знаете, и сегодня люди идут, и бывают 15-20 лет, а потом разочаровываются. И знаете, и просто бродят уже там по тупикам, потом по этим темным уголкам жизни и говорят, нету, нету радости, нету. Я недавно разговаривал с девушкой, 23 года, она родилась в христианской семье и, ну, решила по-другому жизнь свою построить. Ну, я просто удивился, как в 23 года разочароваться вот в этом вопросе на 100%. Она не верит никому и ни во что уже не верит. Вот что есть, есть счастье, есть радость, есть добрые взаимоотношения. Вот, я иногда вынужден просто рассказывать, ну, так, в общих чертах, как мы с супругой живем. Просто рассказать, я говорю, есть другая жизнь, понимаешь, есть, есть. Ну, просто столько раз уже эту девушку обманули. Красивая, симпатичная, столько раз обманутая. И, знаете, и опыт таких людей не помогает. И все равно вот кому-то 15-16, и они прям, знаете, рвутся в эту дверь. Все, я думаю, что там мое счастье, там моя радость будет. Друзья, давайте вспомним всегда вот эту женщину, которая с Христос встретилась в Самаре. И она как раз сегодня нам свидетельствует громко, что и в этом человек не находит удовлетворения и счастья. Друзья, третья дверь. Ну, мы так несколько дверей приоткроем, хотя бы просто познакомимся с ситуацией, что там происходит за этой дверью. Третья дверь, которая, мне кажется, тоже очень сегодня, она, ну, актуальна. Особенно, кто в первую дверь вошел, вышел во вторую, думает, ну, вот здесь-то точно, точно. Знаете, она, интересно, украшена эта дверь. Она украшена, ну, мне так видится, что какими-то пленолаврами такими, медалями, грамотами. Ну, не знаю, чем-то, вот слава человеческая. Здесь человек находит славу. Туда заходишь, в эту дверь, а там еще вариантов. Кто-то говорит, ты хочешь в Ютубе? Вот тебе красненькая дверь вот с таким треугольничком белым. Вот отсюда. Вот, ты хочешь просто... А, тебе карьера нужна, все-все, ну, как бы работа. Человек как бы высоко ценит труд человеческий. Работа, давай, вот это вот тебе вот сюда. И, друзья, и разные сферы есть. А, тебе спорт? Ну, вот эта дверь, вот кто хочет себе славу в спорте? Пожалуйста, просто посвящай себе этому, и ты будешь счастлив. И люди, друзья, заходят туда, и люди выходят. 1 Иоанна 2,16. Мы читаем такой текст о том, что в мире... Друзья, это мир как раз предлагает, это то, что предлагает дьявол. Знакомый текст нам. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Друзья, гордость житейская. Вот эту гордость житейскую сегодня, как бы, ну, люди воспевают, это говорят нормально, надо, ну, как бы себя явить. И даже когда братья Иисуса Христа не веровали в Него, написано, и они сказали, ну, кто так поступает? Если кто хочет себя утвердить, он должен себя прославить. Тоже мы в Евангелии от Иоанна читаем, и они говорят, яви себя миру. Христос говорит, нет, не настало мое время. Хотя Христос явил себя миру совсем по другим мотивам, и мы по-другому совсем Иисуса Христа узнали. Но чтобы себя выставить, чтобы себя прославить, нет, это не наш путь. Я вспоминаю даже песню, помните? Другим позволено, тебе нельзя, да? Другим позволено, тебе нельзя. А потом тебе позволено, а другим нельзя. Войти в вечность, войти в присутствие Божие, друзья, вот это, вот этот наш путь. Ну, друзья, в общем-то, неохота мне с вами бродить по вот этим лабиринтам жизни. Ничего интересного там нету, мы в этом убедились, у меня просто совсем мало времени. Потому что я хочу больше сказать, что ждет нас за вот этой дверью. Друзья, дверь, я есть им дверь, Иисус Христос говорит, и я теперь хочу вот обратиться к этой двери. Это дверь Иисус Христос. Дверь Иисус Христос. Друзья, туда очереди нету. Нету очереди туда. Туда люди, знаете, подходят и думают, идти, не идти, идти, не идти. А кто сказал? В общем, она невзрачная, друзья, невзрачная дверь, потому что само по себе христианство, оно, знаете, блеска такого нету. Вот какой-то, знаете, какой-то такой магии привлекательности. Друзья, нет, на это мы не заточены. Мы все с вами просто одеты, наши молитвенные дома, хоть и красивые, уютные, но они такие блистательные. Все просто в христианстве. И церковь, друзья, да, мы знаем, что там за церковью, за дверью, там есть церковь Иисуса Христа. Там все красиво, там все чудесно. Именно внутренний мир. Ну, мы сейчас говорим так, о наружных деталях. Друзья, эта дверь, она обита старыми досками. Эта дверь запачкана кровью Иисуса Христа. И человек думает, а вот, ну, надо оно мне? Нет. А кто-то говорит, знаете, кто-то говорит, да, в принципе, я просто знаю, если что вдруг случится, я знаю, куда идти. Просто в церковь пойду и все. Я просто Иисус Христа, я знаю, у меня родственники есть верующие. Я, возможно, что-то слушаю на эту тему, но это, знаете, как запасной выход такой. Просто запасной выход в жизни. Друзья, представляете, Иисуса Христа держать как запасной выход. Какое унижение, вот, мы, как бы, с нашей стороны в отношении Иисуса Христа. Друзья, если мы зайдем в эту дверь, откроем, там все светло, там все убрано. Там самое главное, знаете, что там покой. Христос говорит так, придите ко мне все, отнуждающиеся и обремененные, и что? И я успокою вас. Вот, друзья, если кто-то сегодня, слушая программу о церкви, слушая об Иисусе Христе, понимает, нету покоя. Нету покоя, нет вот этой семейной атмосферы в жизни моей. Я вроде бы и в собрании, но я не в церкви. Друзья, вот вам надо просто на эту дверь внимательно посмотреть. Я очень благодарен своим родителям. Они говорят, Марик, смотри, вот в 13 лет, в 14 лет, вот эта дверь, вот это единственное, знаете. Единственное, я помню, я приоткрыл, думаю, нет, может в другую. Туда-туда позаглядывал. Я просто благодарен Богу. Это услышанные молитвы моих родителей. Друзья, я не ушел туда далеко, но я заглядывал. Заглядывал там, где подзаработать. Я заглядывал в те двери, там, где, друзья, где любовь найти, какие-то симпатии или еще что-то, признание. Заглядывал, друзья, хотелось. Но я благодарен Богу, что меня просто Бог сохранил, друзья. Я не пошел в эти двери. Я сразу зашел в дверь Иисуса Христа. Хотя это не просто было сделано, но это было сделано. И моя жизнь, она наполнена радостью, смыслом и чистотой. Друзья, в этой двери мы попадаем в церковь, церковь, о которой мы сегодня слышали. Там, друзья, есть и дверь семейное счастье. Там есть и финансовое благополучие, даже такое. Даже такое есть финансовое благополучие. Ищите же прежде царство, и это все приложится вам. Бог заботится о малых птицах и о вас позаботится. И, друзья, нет у нас, конечно, пышных машин и какой-то большой перспективы. Но, друзья, человек получает все необходимое для своей жизни. И Христос всем обеспечивает. И Господь заботится, и Господь благословляет. Я бы, друзья, предложил нам посмотреть внимательно на эту дверь вообще и проанализировать. Все-таки я перешагнул или нет? Тот говорит, я вошел в церковь. Ну, а ты в Иисуса Христа вошел. Иисус Христос вошел в твою жизнь полноценно. Несколько еще деталей, несколько примеров, и у нас будет молитва. Петр и Иуда были вместе с Иисусом Христом. Они рядом ходили. Они вместе с ним пили воду. Они вместе с ним кушали еду, которую им ставили. Они вместе с ним ходили по пыльным дорогам Палестины. Но, друзья, и Петр, и Иуда в конце концов предали. Друзья, какой выход нашел Петр? Петр раскаялся. Иуда залез в петлю. Знаете, сегодня как бы дьявол обманывает человека в том, что выхода нет. Вот мы попали в какую-то дверь. Мы попали в какую-то струю. И мы идем, 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 идем. И как будто бы выхода нет. Как будто бы выхода нет. Но, друзья, сегодня Христос говорит, выход есть. Выход я. Я есть на дверь. Я единственный выход в твоей жизни. А знаете, а кто-то сегодня говорит, нет выхода. Как Иуда поднял руки, все, говорит, я сдаюсь. Я сдаюсь. А кто-то, как Петр, он просто заплакал. Просто заплакал. И, друзья, и выход нашел. Знаете, вот в наших тупиках жизненных нам нужно поискать Иисуса Христа. Найти Иисуса Христа, друзья. И Христос написано, вот Павел проповедует в Ариапаге. Он недалеко от каждого из нас. И нам нужно найти Иисуса Христа. Одну иллюстрацию такую услышал. Меня она очень впечатлила своей сутью. В Англии была выставка картин. Красивые картины были нарисованы профессионалами, художниками. Ну и люди входили, смотрели, анализировали, выходили, оценивали картины. Одна была картина, очень интересно нарисована. На ней была изображена большая шахматная доска. И двое сидят и играют, два профессионала. Один, значит, гроссмейстер, очень хороший. А с другой стороны, знаете, кто играет? С рогами и с хвостиком. Дьявол играет. И написано, проиграл жизнь. Написано так. И такая комбинация, вот он черными играет, этот белыми играет. И как бы он профессионально не играл, вот он просто, друзья, такая комбинация вот этих фигурок. Просто, ну там шах или мат, я не профессионал в этой игре. Все. Выхода нету. Выхода нету. Этот человек напряженный такой, видно, что он бледный, он в поту. Он, потупив взор, смотрит на эту бедную шахматную доску. Он понимает, что на кону стояла жизнь, он просто жизнь проиграл. А с той стороны, недобрая ухмылка, просто надсмешка. Ну, люди проходили, так, ну, такая серьезная картина. Я думаю, посмотреть бы на такую картину. Ну, и зашел один профессионал, вот тоже грузмейстер, который умеет играть. И он стоял, стоял, 10 минут, 15 минут, 20 минут. И вдруг как закричит там на всю выставку. Выход есть! Выход есть! Ну, люди собрались. Он, давай объясняет, что два хода, можно все изменить. Выход есть! И знаете, он пошел, как у него заклинило. И он, выход есть, выход есть, и на выход вышел. Выход есть! Друзья, я бы сегодня хотел сказать, сегодня дьявол говорит, выхода нету. Ты в тупике, ты в тупике, выхода нету. Друзья, но сегодня Христос говорит, выход есть. Сам не выберешься, сам, друзья. Мы сами уже многое, что пробовали в жизни. Кто, может, кажется, мне кажется, еще есть пару комбинаций. Я все-таки выберусь, я все-таки на какую-то траекторию выйду прямую. Я все-таки найду дверь. Друзья, не найдешь ты дверь. Христос говорит, я есть им дверь. И я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Дьявол, вот зайдешь в любую из дверей, предложенных дьяволом. Какой вариант мы здесь читали? Украсть, убить и погубить. У него одно желание тебя убить. Тебя обокрасть и тебя уничтожить. Дьявол сегодня много предлагает. Дьявол сегодня много предлагает, но Христос предлагает все. И Христос предлагает сегодня очень спокойным, ненавязчивым голосом. У тебя выход есть. И я тебе предлагаю жизнь. Друзья, мы сегодня говорили о церкви. Мы говорили о церкви. Друзья, в церкви глава церкви Иисус Христос. Андрей много нам излагал текстов, где указывают, что Христос глава церкви тела. Что Христос говорит, я создам церковь. И если вы хотите войти в церковь, вы понимаете, что это то место, место для вашей души. Вам нужно поспешить в церковь. Но, друзья, единственный вход в церковь, это через Иисуса Христа. Я есть им дверь. Друзья, мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем молиться. Я все-таки хочу сделать короткий призыв. Если кто-то понимает, что я еще не перешагнул, не перешагнул эту дверь. И ты понимаешь четко, что вот она дверь. Ты сегодня увидел. Вся программа указывала на Иисуса Христа. Я увидел. Друзья, тебе надо просто выйти. Мы с тобой вместе порадуемся. Покаешься и пойдешь свободным. Жизнь твоя наполнится покоем, радостью и миром. Друзья, а кто понимает, что я вошел в церковь, я вошел в эту дверь. Давайте просто прославим Иисуса Христа за то, что Он сделал для нас. За то, что Он подарил нам такую чудесную, дружную семью, нашу церковь. Аминь.